зону климат-контроллер для передних азыров поехали посмотрим ребята всем доброго дня не подожди не матерись нас могут смотреть дети два у тебя же 2 их подожди ты ты мне портишь все начало короче тут было такое дело звонить сереже приходи время вечер говорит давай быстренько поменяем колодки на volkswagen jetta вот ну вроде как передний задний что-то ничего сложного нет казалось бы но есть нюансы сейчас все расскажем и покажем поехали так volkswagen jetta восемнадцатого года значит колодочки вот видите уже совсем совсем чуть-чуть остались но мы решили начать с заднего суппорта и вот уже полтора часа с ним воевали потому что мы не могли загнать поршень на место сейчас мы тут все уже сделали и разобрались с чем поставим это колесо быстренько заменим колодки на спереди и вот когда перейдем к левой части там будет ребята самое интересное ну скажем так разборка идет в обратной последовательности которая сейчас снимаю то есть вам нужны ключики на 13 и на 15 чтобы держать гайку направляющей от от проворота вот таким образом видите как мой помощник это делает сейчас вот но он закручивает вам надо будет откручивать что хотелось сказать что оказывается у volkswagen болты направляющих вот одноразовые и они идут в комплекте с тормозными колодками но возник вопрос почему идет только один болт а я знаю почему идет только один болт потому что они наш серёг что они думают они думают что короче ты верх не открутишь а нижний просто расслабишь как ты хотел сначала сделать и откинешь вот вот поэтому не кладут так один болт да сейчас мы займемся перед ним тут другая дилемма тут нам надо будет подобрать на направляющие здесь не гайка не болт здесь внутри шестигранник сейчас мы его найдем но с передними проблема как таковых не бывает потому что здесь просто вы снимаете супор выдавливаете обратно цилиндр ставите новые колодки и ставите суппорт на место задними самая самая-самая веселье в общем инструкция по замене передних колодок вам нужен шестигранник на 6 наверное до 6 на 7 на 7 очумелые руки и огромное желание не платить деньги сервис в общем что делаем откручиваем заплатить лучше нет у нас короче на канале я тебе так скажу мы можем чинить все любые марки автомобилей своими руками поэтому ребята все можно сделать у себя дома ну или во дворе вот если только голова не мешается короче что делаем погодите все откручиваем болт от направляющей суппорта тут их всего два верхний и нижний и вытаскиваем суппорт дальше вдавливаем поршень рабочего цилиндра на место и ставим новые колодки и закручиваем все обратно сегодня в работе нас вот такие колодочки калфер фирмы а вот эти кстати идут без болтиков а почему а потому что здесь болтики многоразовые но эти колодки надо сказать с датчиком сразу вот у тебя без датчика там были да они еще один есть они датчик-то один жить с одной стороны устанавливается значит стой вот такая вот клевая штука сейчас посмотрим в каком состоянии мы достанем те и сравним для того чтобы вы посмотрели наглядно и все увидели своими собственными глазами так смотрите значит направляющие отстегнули и чтобы потом не мучиться вот так мы чик утапливаем поршень рабочего цилиндра для того чтобы просто вытащить старые колодки и просто поставить новое а почему сзади так не получилось а почему сзади так не получилось ребята будет чуть-чуть немножечко позже и тебе потому что там гораздо интереснее дай нам одну колодку посмотрим нам визу визуальное сравнение так ну вот смотрите это значит старое это новое собственно ребята колодки менять надо вовремя и вот это это сразу во время все ставим обратно пружинками внутрь чик все и обратно суппорт накидываем на направляющие и закручиваем ну собственно по переднему левому колесу мы сделаем небольшой монтаж потому что здесь ничего интересного не должно быть вот видите мой помощник сначала заводит поршень а дальше все по накатанной а вот по заднему все будет буквально для вас через момент и так долго ли сказка сказывается да не быстро дело делается тринадцать и пятнадцать все с передними колесами покончено и мы подходим к самому интересному как я уже говорил для того чтобы открутить суппорт вам нужны два ключика на 13 и на 15 берете откручиваете направляющие и так вот мы и добрались до самого интересного места ну во первых если вдруг вы меняете первый раз колодки и вот здесь они вас под закисли то можно чуть-чуть их подстучать чем-нибудь во вторых что коллега будете делать пшикать чуть-чуть продувать во вторых задние суппорта не получится утопить поршень рабочего цилиндра чем-либо нужен или специальный инструмент или смекалка русская мы рассказываем как сделать все с помощью второго пункта то есть русской смекалки вам понадобится кувалда но нам нужно будет ее обратная сторона будем давить на поршень с этой стороны и при этом аккуратно поворачивать поршень по часовой стрелке причем если вам повезет и поршень не сильно закис то при повороте по часовой стрелке можно даже руками будут пальцем утопить его обратно то есть примерно вот таким образом вот только так пальчику больно вот видите какой след остался поэтому мы делаем вот так оп и давим и поворачиваем делаем это предельно аккуратно для того чтобы не повредить манжету резиновую у поршня ладно все секрет рассказан на этом мы прерываемся покажем финальную версию потому что нужны четыре руки и того вот до такого состояния вы утопливаете ее как я уже сказал нужно одновременно поворачивать поршень по часовой стрелке и давить на него и все и далее ставите колодки и одеваете и все у вас получится важное уточнение ребята будьте аккуратны нельзя ни в коем случае порвать пыльник ибо туда будет попадать пыль грязь и поршень будет ржаветь и суппорт в итоге заклинит значит тормозов не будет второй момент если видос оказался полезным жмакаем лайк пишем в комментариях и подписываемся на канал ну а все а сейчас всем пока а а а а